всем good morning как говорится выучил выучил это несколько уроков английского пошел очень серия даже дорогие зрители подпиши канал касса на канале сидя на чемоданах сами я славян май герл она station my baby 3 boys артем родион мирон вот my my little dog my love in country шри-ланка мы приглашаем новый выпуск надеюсь сейчас смотрят иностранцы говорят вау крутой выпуск про шри-ланку потому что мы сегодня поедем на поезде надеюсь у нас получится это сделать хотим поснимать с поезда проникнуться этой атмосферой сделать классные фотографии также мы сегодня хотим добраться до чайной плантации и липтона представляете вы же все знают чаечек ну еще конечно будет много всего интересного сейчас идем на завтрак наверное закажем то же самое что заказывали в прошлом видеоролике но посмотрим в общем ребятки ставьте лайки пишите комментарии поддерживайте пожалуйста выпуск и погнали вот тут мы живем буквально десяти метрах вот здесь вот мы выходим у нас здесь от полицейский участок мы точно полностью под охраной а вот здесь вот вот видите на горе вот этот красной крыши это и есть железнодорожная станция элла так у нас здесь еще такой стадион здесь что-то происходит местные выстроились даже с барабанами видимо какой-то оркестр стоит монах да вот смотрите какой-то прям сегодня будет видимо сейчас какое-то выступление наверное да концерт вот тренируется вот так вот там таран 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 но пока звуков никаких нету постоянно когда выходишь на эту улицу таки хочется сказать мы в унова туне но нет мы в или вчера короче здесь точнее сегодня ночью такой был движняк вообще-то игры махала музыка до нас даже все наносилось и было парочку ребят которые шили там кричали где наш дом мы не можем найти вы короче лежали угорали вот наша любимая dream кафе здесь третики пасеки ездят все пойдемте завтракать но все он принесли все нам приятного аппетита будем завтракать и отправляться дальше по маршруту ты вода это не верю вот и нальяер 2 people 2 people 2 people 2 3 baby children for thousand 4000 4000 4000 4000 4000 Слава, бери, блин. Я не буду по-побрать. Почему? Тысячу, она сказала тысячу сразу. Ты че? Сейчас, подожди. Он, видимо, нас не понимает, когда мы едем. Почему? Настя, потому что. А, Ван Минс? Блин, я не знаю. Покупка билетов какая-то максимально сложная история для нас. Вот на кассах здесь сидит чувак, у него акцент просто ни хрена не понятно. Он даже цифры говорит, я вообще не понимаю. Короче, вроде как нужно просто, как я понял его, что нужно покупать за час билеты. Вот, поэтому сейчас будем ждать, а потом покупать. В чем кайф? Осторожно, Артем. В чем кайф отправиться на поезде через тур? Смотрите, видите, за моей спиной сколько стоит микроавтобусов. Это вот, собственно, людей сейчас привозят. Сейчас едет поезд в 11.11 до Канди, Коломбо. И все как бы как раз приезжают. Люди садятся на поезд, а машина едет за ними. То есть вы приезжаете уже на свою станцию, на Канди там, или еще куда-то, пойдемте. И вас подбирает просто ваша машина, на которую вы приехали. И вы там возвращаетесь, либо едете куда-то дальше. В этом и плюс. А нам, получается, если мы поедем в сторону Коломбо, машина-то у нас тут. И потом добираться нужно будет опять какими-то, какими-то обходными путями, что очень-очень дискомфортно. Мы решили не терять время и отправиться пока на чайную плантацию в гости к Клиптону. Нам туда ехать час двадцать, обратно час двадцать, там часок погулять. Как раз приедем уже ко второму поезду. В общем, в путь. Абсолютно непонятно, как туда ехать. И я вообще не понимаю, почему никто никогда не говорит про дороги. По какой дороге конкретно туда ехать, как проехать. Потому что вообще кругом вот такие вот серпантины. И вообще абсолютно ничего не понятно. Но сейчас смотрите, какая дорога. А нам ехать еще час. Видите, как выглядит? Просто какой-то трындец. Покрутились мы, покрутились. И вроде как нашли нормальную дорогу. Мы едем вообще словно вот по большой частной территории, преодолевая несколько уже штук, четыре, наверное, шлагбаумов и ворот. Ну, которые все пока открыты. Не знаю, во сколько их закрывают. Но едем вот в окружении, видите, чайных всех плантаций. Я так понимаю, что это уже плантации Липтона. Ну, судя по табличкам, Липтон, Липтон там лево-право. Вот. Единственное, что я переживаю, что наверху, вот на все эти горах, затянуто все облаками. Как у нас сейчас действительно будет. Ну, посмотрим. И дорога сюда песец, мягко сказано. Вот такая узкая, с обрывами. Слава богу, никто навстречу не едет. Виды чума. Вообще просто красотища невероятная. Но дорога настолько говно. И нам еще по ней ехать 40 минут. Есть дикое желание вообще развернуться и поехать обратно. Посмотрите. Просто едем 40 минут со скоростью 5-10 километров. Перепрыгивая все эти шишки, кочки. Пока единственное, что спасает, это виды с правой стороны. И больше ничего. Вон, видите, все горы в облаках. И мы можем сейчас просто подняться и вот поцеловать эти облака. Вон, видите, какая задница. Впереди еще она очень-очень узкая. Трындец. И ехать 37 минут по этим развалинам. Да уж. Ой, если бы я раньше знал, что здесь такая дорога, хоть кто-нибудь бы показал, что такая здесь, блядь, дорога. Я бы, наверное, не поехал, ну честно. Оно вряд ли стоит того, учитывая, что там сейчас еще и облака. И, скорее всего, мы просто поцелуем облако. Ай, какие виды. Смотрите, как мы близко от облаков. Вот они прям начинаются. Все, вот сейчас прям уже вот-вот и в них заезжаем. А-там! Ну вот такая картина. Едем в облаках. Как они быстро перемещаются. Сейчас чувствую, мы насладимся видами. Смотрите, просто трындец. Silent Hill. Прикиньте. На самом деле, мы это делаем вообще впервые. Впервые вот так вот едем в такой местности, где вот так вот. Сейчас уже с четвертым тук-туком разъезжаемся. Вот слава богу, что здесь широкая площадка. Оп-па. Ну, воздух здесь, конечно, потрясающий. Вот это мы просто заехали в такую здесь деревушку высокогорную. Так, песик, давай. Не знаю вообще, правильно ли мы едем, неправильно ли мы едем. Так, а дальше вообще какая-то странная дорога. Короче, жесть вообще. Все затянуто. Не понимаем, куда ехать. Посмотрите, вот просто у нас начинает гореть лампочка топливная, моргать. Ну ладно, сейчас там будет спуск, будем чисто на холостых, как говорится, спускаться. Я скажу так, если у вас есть время, как говорится, просто подурачиться, как мы, то это, можно, конечно, приехать, но лучше приехать только утром, когда нет облаков. Потом, видите, все затягивает, и нет вообще никакого кайфа. Блин, я, конечно, немножко расстроен, но и тем не менее, такая дорога, это вообще, это ад. Вот реально. Я не знаю, почему никто не говорит, что здесь дорога ад, не понимаю. Ну и лучше всего ездить вообще не на своей машине, а вот как-то то ли с гидом, то ли что, либо с тук-тукерами, хотя, черт его знает, сколько денег они вообще берут. Но вот смысл тот, что вот мы столько ехали, ехали полтора часа, и в итоге не доехали, потому что вообще все затянуто. Ой, посмотрите. Это женщина. Вот, даже вроде говорит, это вообще-то не женщина, а бабушка. Представляете? Вот я говорил про ворота, вот здесь вообще ворота закрыты. Не знаю, может им что-то записывать. Сейчас посмотрим. 250 рупий мы сейчас заплатили. Смысл в том, что у них табличка висит, да, на въездных воротах, я сейчас посмотрел, но мы-то когда ехали, все было открыто, мы, видимо, заскочили. Вот так вот, короче, ничего не посмотрели, облако пощупали. Короче, стрессанули как следует, потому что такие дороги, ну, это я не знаю, не для каждого, не для каждой психики. Вот. И плюс топливо вообще на нуле, я прям надеюсь, мы до заправки дотянем. Вроде у нас получилось доехать до заправки, как же это хорошо, как я этому рад. Просто на минималках. Ну, вы что, ее красоты, блин. Едем заправляться. На 5000 рупий заливаем. Варкод не спрашивал, ничего так, как перед с этим, с чаевыми, едем дальше. Поезд стоит. А, он уехал же. Я не знаю, мы, наверное, очень везучие. Вот мы и приехали на платформу, и поезд прям вот перед носом ушел. Короче, немножко мы... 10 минут. Мы опоздали, хотя по расписанию еще минут 10. Да не было там по расписанию, пока собрались. И, короче, приколы. Что-то у нас сегодня вообще вселенная никуда не пускает. Я не знаю, то ли нам дает возможность просто ничего не делать, то ли... то ли просто не пускает. Не знаю я, честно говоря. Там осталось, получается, вообще два поезда. Это на 5 часов по местному и еще чуть позже. Вот я не знаю, наверное, сделаем еще попыточку. Прискакали мы домой, это было непросто, потому что дорога, ну, трындец, все видели. Решили приготовить наш любимый суп, курица, морковка, лучок, картошечка и соль. Все. Минимально вкусно, шикарно, прекрасно. Всегда его готовим. Иногда себя, конечно, балуем всякими борщами, щами и так далее, но вот этот вот суп во-первых, вкусно, во-вторых, просто, во-вторых, дешево и сердито. И минимум действий ты делаешь и супец готов на всю семью. Здесь такая кухня, небольшая зона, где можно покушать. И здесь интересно есть стена, где, видимо, те, кто оставались здесь, писали свои определенные пожелания, спасибо и так далее. что-то подобное, но огромное количество здесь надписей именно 2020 года. Еще у них здесь стол, лежит клеенка, под клеенкой, короче, деньги, ну, видимо, им разные люди приезжают и останавливают, оставляют. Этот не знает, что такое. вот это получается, филиппинские, республика, филиппинес, ямайка, 100 долларов, и вот эти, писо, короче, тоже не совсем понятно, что это за деньги. Еще есть всякие монеты у них, здесь арабские, это вот, ну, талангийские, это евро, надо сюда свои еще положить. Учитывая, что здесь все пишут свои пожелания, мы, естественно, тоже напишем, вот здесь есть маркер, ну, а вы, если здесь будете, сможете увидеть эту надпись. Вот так мы зафиналили, мне кажется, лучше всех смотрится, да? Вот эти, да. Потому что если сюда приедете, то увидите нас здесь. Учитывая, что здесь очень такие плотные джунгли, да, белье вообще не просыхает, на самом деле всегда влажный, и вот люди сушат его вот так, видите, прям на крыше, пока солнце есть, вот так вот разложили на шифер, и красота. Я уже даже сбился, какая там попытка у нас по счету проехаться на этом поезде, блин, ну, если сейчас не получится, то все, значит, короче, мы это забьем на всю эту историю, значит, как говорится, это не судьба. Сейчас уже, видите, пешком идем на предпоследний получается, поезд, вот сейчас он будет в 5, потом у нас еще в 18 с чем-то, ну, на 18 с чем-то уже темно, поэтому сейчас на этот будем делать попытку. Вот мы пришли, тут очередь, билеты пока продавать не хотят, и мы уже все в кассу, эй, продай нам билеты, а он говорит, а он говорит, пять минут, уже 10 минут прошло, хрен его знает, что такое вообще. Что это за такая история, интересно, но это не день, а сказка просто. Это невероятно, и мы, походу, прошли, здесь вот сидит контролер. Извините, стойте, дайте, вот смотрите, что он с ними сейчас сделает. Демодора, демодора, давай, подожди, окей, 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 а мы такси, такси, 20 рупий, а взяли, а взяли с нас, короче, 100 за нас и 50 за детей. Мирошка бесплатный, вот так вот, билетики пробили, вот такую метку сделали, и все ждем, и вот с нами тоже. И нас... Для детей половинка, и еще вот так пробивать смешно. Детям вот так вот половинку отрезают билетика. С нами вот тут иностранцы, и она тоже говорит, информация говорит, ноль, ну прям сказала, information zero, вообще никто ничего не говорит. И вот мы, собственно, сейчас вот на платформе, вот, пожалуйста, платформа. Сейчас будем ждать, здесь есть туалет, на минуточку. Так, билетики мы купили второго класса. Так, ну что, будем в надежде, стоим, ждем, мы уже на платформе. Вот, здесь, в принципе, людей немного, почему-то вон там вот всех огромное количество, а здесь вот не совсем как-то. Ребята, с кем мы заходили, иностранцы, они пошли туда. Ну, сейчас посмотрим. Самое главное, чтобы хоть одна дверь была свободна, чтобы можно было там вот так вот высунуться в поезде, немножко поснимать, сделать фотки, вот. Ну и, собственно, в любом случае, атмосферой пропитаться этого поезда. Я тоже не понимаю пока. Платформа, да, я, наверное, уже сказал, делится на три отсека, то есть вон там вот, где табличка такая свернутая. Это третий класс. Мы стоим на втором классе, они подписаны, и дальше уже под самый конец первый класс. Сейчас почему-то билетов на первый класс нету, есть только второй, третий, и нам вроде как дали на второй класс. Надеюсь, что народу будет в поезде мало, очень надеюсь, потому что я пока еще не совсем понял даже, с какой стороны нам нужно вылазить из поезда, чтобы сделать классные снимки, прям когда будешь проезжать на мосту. А мост, насколько вы помните, из предыдущего выпуска, кто смотрел, а кто не смотрел, посмотрите, он полукруглый. Соответственно, вот в момент, когда он будет на мосту, будут получаться шикарные-шикарные снимки. Слышите? Это начали объявлять уже, видимо, что уважаемые пассажиры, поезд двигающий, и станции Элла, как она там дальше, станция, куда мы едем, забыл. Скоро прибудет, будьте готовы, отправление с второго пути. Вот. Сейчас прям, вот прям чуть-чуть, там военный идет, я не знаю, к нам, не к нам. Военные нас полюбили здесь. Шутка. Вот днем мы пришли, поезд уехал раньше, минут на 5-10. Сейчас он уже опаздывает на целых 20 минут. Вообще, этой информации вообще нигде нет. И как привозят даже что-то туристов, хрен его пойми, потому что даже на официальном сайте время одно, а поезда нет. Ну, наконец-то, смотрите, кто появился. Едет поезд, это невероятно, это достижение. Это значит, что у нас сегодня значит, что получится. я надеюсь. Так, шуточки там, короче. Стоять? Нельзя. Мама, ты красный, поезд. Красный? О, это синий. О, это синий. Оу. Сюда, начнем. Парни, где стоят? Много народу сейчас как дела. Я не знаю. Так, стой, 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 ждем. Детей через окно забросили. Давай. Сиди-сиди. Родик, Родик. Я очень надеюсь, что прям козырное место. Вот, я прям буду стоять. То, что нужно. Да. Слушайте, я думаю, будет красный, и у нас все-таки экспресс. Не знаю, доедем мы до той станции, не доедем. Людей из поезда вышло огромное количество. Кстати, это интересная история тоже. Что до Эллы доезжают, выходят, и получается освобождается много всего. Вот, дал свисток. Да, парни? Да. походу, походу, мы едем. Да. Мы едем. Едем. Все. Ура. У нас это получается. У-у-у. У-у-у. Бай-бай. 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 У-у-у. 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 Траса. Дерг 51 Очень опасная есть история. это чё дебадара что-то мы остановились ручность хочет случилось пришел даже машине из поезда правда не знаю что остановились в общем что-то ждем покажу вам как выглядят вагоны вообще на деле вот здесь прикольно сидячие места есть даже полка для вещей а это даже есть туалет прикиньте кстати в поезде так если далеко ехать прекрасная история смотрите шикардос но все мы поехали так и не поняли чё стояли но мы поехали к мосту подъезжаем вау мы заходим в туннель в туннель аккуратно настя аккуратно давай вот это кайф видели да парни красота где так еще покатаешься на пайсике на шри-ланке ну просто класс ребята в туннели второй туннель еще раз Невероятная красота. Я представляю, какие красоты, когда ты едешь два с половиной часа через Пуата и вот так вот просто сидишь в открытом тамбуре. Представляете? Блин, ребята, это невероятно. Че там, парни, красиво? Да. А сколько мы, а сколько мы? Так, все, мы выходим. Диматара, пошлите. Дай, Тёма, 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 сюда. Опа, выпрыгиваем. Давай, 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 тихо, мирошку. Ты че? Опа. Так, все. А, вон нам туда показывают. Пошлите. Давай, ребята, давай. Так, это было. Парни, как вам, Тёма? Очень круто, у меня все глаза проветрило, потому что у меня все время было тиранчика. Да. Вот так вот, это реально очень, прям класс. Тикет? В общем, сейчас нам нужно, значит, найти здесь тук-тук, чтобы добраться до Элы. А вот она, станция в миниатюре. Это кольцо. Это вот сейчас, чтобы поезд поднялся высоко в гору. Он вот тут от нас высаживает, разгоняется по кольцу, залетает в этот туннель и выскакивает. Это специально построили для того, чтобы поезд с легкостью поднялся в гору. Представляете? Вот, кстати, поезд наш уехал. Вот, и он сейчас вот отсюда будет и выезжать. Здесь даже, видите, целая смотровая площадка. Наблюдать, как будет выскакивать поезд и подниматься вот на вот эту вот гору. Нихухры-мухры. Это прям какое-то целое событие, что поезд отсюда сейчас будет выскакивать. Потому что, посмотрите, сколько людей. И люди на машинах подъезжают, останавливаются быстро, выбегают, снимают. Видите, все телефоны подоставали. Но мы тоже сейчас полупим, посмотрим. Может быть, это что-то прям такое, прям сверхинтересное. Сейчас будем смотреть. А, смотрите, он не из туннеля, а наоборот залетает вот в этот туннель. Вот он разгоняется. Видите, прям с горы едет. Во. Бибиб, бибиб. Вот ты нас мертв. Машка, смотри. А-а-а! А-а-а! Маши-то... Блин, ну прикольно, конечно. Ну неужели у нас это получилось сделать? Но мы точно рекомендуем здесь проехаться. А еще рекомендуем все-таки отправиться в долгое путешествие по поезду. Все, видите, все. Все расходятся? Вот, слушай, на таком тук-туке мы поедем первый раз. Он прям как будто рамный. Посмотрите, какие колеса. Широкий, представляете, он широкий, он здоровый, прям садишься, посадка королевская. На таком тук-туке мы еще не ездим. Да, обычно мы впритык, а тут смотрите, еще по четвертую попу. Вот так вот. Чувак закинул что-то там, что они обычно кидают, когда весь рот аж в крови. Вот, и мы отправляемся в Элу. Вот так вот. Многие нас спрашивают, типа, а как относятся здесь грузки, непонятное и тому подобное, пока мы путешествуем. Всегда говорим, что классно, если вы не говно, то к вам всегда будут относиться очень хорошо. И вот с ребятами, с которыми мы ехали на поезде, мы сразу с ними познакомились, еще покупая билеты. Потом были в поезде, наслаждались вместе этими эмоциями, потом под конец уже отбили кулачки, было классно. Мы узнали, что они из Марокко, тоже вот путешествуют. И они его спросили у нас, откуда мы, и все как бы нормально, и мы ехали, и ехали, и ехали. Да, они тоже немножко говорят по-русски. В судах, типа, привет, как дела, хорошо, отлично, вот такие базовые знания. Но вот про отношения вам немножко. И теперь под конец, когда мы уже прокатились на поезде, я уже понимаю, почему мы в первый раз не попали, почему мы во второй раз не попали. Вот, видимо, для того, чтобы мы попали тогда, когда будет вот этот синий поезд классный, с классными кожаными сиденьями. И самое важное, чтобы он будет пустой, и у нас получится насладиться даже вот этим небольшим 10-15-минутным отрывком железной этой дороги. Понимаете? Вот, все, что не делается, все к лучшему. Да, Тёма? Да. Да. И еще, как вот лайфхак, о котором тоже никто не говорит, если вы поедете вот так же от Элы до... Как она называется? До Демадары. То вам нужно встать на левую сторону, понимаете? Чтобы сфотографироваться именно, чтобы был виден мост. У нас это сделать не получилось, потому что почему-то наша дверь была закрыта. И бежать через весь вагон к мосту было неприкольно, потому что мы с детьми. Ну вот, завершать наш сегодня крайний денек здесь в Эле. Мы пришли в наш уже полюбившее нам кафе. Как оно там? Dream Cafe, да? Даже название, короче, забыл. Настолько оно любимое. Ну, где детки все бегают, прыгают. Мы здесь и только кушали. Закажем ужин, не спеша посидим, попьем пивка, отдохнем. Вот. Слушайте, ну здорово. Мне очень нравится то, что мы столько стучались в эту дверь, как говорится. А потом все равно мы ее открыли. Это, конечно, максимально приятно. В общем, пишите в комментариях, как вам поездка. Может быть, если вы катались, то пишите свои эмоции, когда вы катались. Hi. Russian menu, please. Sorry. Окей. Вот. Здесь есть огромный плюс, что есть российское меню, поэтому на русском. Можно сразу почитать без какого-либо геморроя. Батошка спит. Ну, давайте за сегодня. Казалось бы, уже провальный день. Но нет, у нас получилось. Сейчас шикарный ужин. Сейчас шикарный ужин мы там заказали. Сейчас это покажем. Давайте. Чин-чин. Так, Саня, проверим, смотришь ли ты этот выпуск. Ты коллекционируешь, значит, подставки. Вот. Вот эту подставку для тебя возьму из Шри-Ланки. Вот эту брать не буду. Это вот такая банка, видишь, вставляется. А вот такую специально для тебя возьму, тебе отправлю. Надеюсь, ты смотришь выпуск, иначе ты прозевал. Деткам принесли картошку фри. Это одна порция или две, интересно? А, мы же одну заказали. Вот, это одна порция. Прикольная подача. В чем, наверное, варят, в том и приносят. По-деревенски такая штучка. Одну украдем, точно не заметят. Что вы смотрите, картошка как картошка? Посмотрите, какую красоту мы заказали. Это огромное блюдо. Здесь и баранина, здесь и свинина, здесь и сосиски, здесь бекон, курица, еще картошка, еще картошка. Кетчуп, жареный ананас. Короче, куча всего. Смотрится классно, я думаю, что очень аппетитно. Посмотрите, сколько мяса здесь. Полторы тысячи рублей, это блюдо. И вот это вот блюдо, вот это, полторы тысячи рублей стоит. Представляете, как супер. Сейчас, короче, мы будем объедаться. Как говорится, коль день почти пошел не по плану, за финалем его вкусной едой. Не, ну поезд наш день точно сделал. Ну, если честно, мы обожарились как еще сумасшедшие. Мы настолько соскучились по мясу, за бараниной, за свининой. Не знаю, сколько мы месяцев это не ели. Говядина. Говядина. Мы это, ну, это, ну, очень давно это не ели, реально. Вот особенно на Шри-Ланке, так это вообще не найти свинину в Турции, вообще не найти. Получается, месяцев пять мы вообще не ели такого. А тут вот, о, по полной программе. Короче, сидим ржем. Девчонки заказали себе какие-то блюда, им принесли все тымиться, они шарахнулись. В итоге думали, вкуснятина заказали. А сейчас пробуют, у них лица такие пара-пара-пам. Не очень-то и довольны, короче. Мы, короче, потом еще заказали торт. Вот столько вот всего. Вышло на 14575. Ребятки, прямо на этом месте будем завершать данный видеоролик, говорить вам пока. Пишите комментарии, ставьте лайки. Завтра мы уже отправляемся снова на океан, потому что мы очень с ними соскучились. С центром острова придется проститься. Ну и ладно, как говорится. Будем путешествовать дальше по югу, так что в любом случае видосы будут дальше. Но на центре поставим небольшую точечку. Все, буду с вами прощаться. Пока, до нового видеоролика. Продолжение следует...